если хочешь узнать ли можно изготовить вот такой красивый ключ вместо оригинального на nissan x-trail t30 танк то обязательно смотри видос тут смотри какой крутой прямо с ниссан значком и лезвий hello everybody привет друзья всем добра снова у нас ниссан ну как снова в принципе интересный автомобиль nissan x-trail да тут все разнесено в принципе полная утеря ключа так хозяин владелец просто разбирал этот ключик и потерялся называемую семочку или иммобилайзер да иммобилайзер чип потерянный принципе ну понятно пульту так уже разнесены никакой что у нас здесь моторный блок управления двигателя вам не понадобится вам что надо быть вам надо снять с руля вот этот вот модулятор принципе можно сделать эти ключи отдаленно если присылать столько вот этот блочок то для вашего автомобиля можно изготовить ключ отдаленно прицел автомобиль даже не нужен ну надо поразбирать немножко и уже этапа разрыли немножечко тут всякую тему то что только нет что такое это что-то развалившийся пород какой-то ну да выглядит все это страшненько но все не так уж страшно самое главное вот на ключе этот блочок сейчас идем смотрим бардак у нас везде вокруг все раскинуто самое это главное вот адаптер стоит калайн плюс-минус и вот у нас наша катушечка подключенная она кстати вот есть смеси катушка с иммобилайзерным блоком не simens ну да это уже система 5 вот все подключено пупинами плюс-минус тут ну так по хохотскому сделано блок по тачи питание и вот так смотрится вычитанный там дам вычитали но потом подкидывали вот видим сколько тут ключей есть систему нас 5 ему бокс тмс процессор вот и все и уже предподготавливаем ключ делаем капсулу капсулу которая уже вставляется и прописывается и пойдем попробовать заводить после всего того как вы думали что ключ почили все окей вам надо обязательно убедиться почему не заводится здесь причина такая что оказывается топки нету топки нету бак пачки пускай пустой но что известно уже у нам подключили диагностику у нас как если вот посмотрим правильно да то мы уже изготовили сам чип если там вот он такой выглядит меня сделали несколько штук тут этих чипах вот и принципе разбираем ключ вот так разбираешь ключ и он может выпасть в принципе да вот собираем обратно ну так чуть-чуть вот такой вот чип вот и что происходит когда вставляем нормально включить зажигу вот у нас наша катушка уже установлена кстати еще раз если какие номера кому интересует это не важно самое главное что вот он есть поворачиваешь ключ зажигания и тут у нас сразу появляется вайт и аудио не работает да вот это один из самых значимых таких моментов когда ты понимаешь что у тебя проблема действительно с его блайзером вот эту капсулу потерял и все умею сделали аж 3 потому что даже при всем там кстати еще что же тема значит ты заходишь read codes считывать коды неисправности и чайно фильм окей значит даже если будешь заводить он будет писать еще одну ошибку то что блокирован мотор то есть как получается выбираем ключик опять заново вставляем наш чип по быстренькому закрываем ключик обратно вот такой пострадавший потерпевший изготовить сам ключ еще но вставляем зажигание поворачиваем и волокая чудо у нас все работает звук есть все окей работает вайт пропала и так же сам уже эта ошибка у нас будет уходить значит 1 р кода есть есть считывание ошибок удаление ошибок вот и он пишет что хода в саксов и долетит все нет кодов скорее всего не должно быть коды нет кодов и так же самое когда мы их заходим live data мы видим all signals и видим разрешение на старт должны видеть разрешение на старт вот это все есть должна считаться power steering it ok cooling fan break switch тормозной до нажимаем на тормоз появляется сразу нас break on да все окей но вот эти сигнал включенное зажигание все остальное но старт и сигнал у нас of на когда крутим стартером как видно у нас он уже до заводится но не заводится кажется что за проблема проблема такая что у нас пачки пустой бак это одно там проблема топлива не попадает да но может завести заблуждение почему нельзя завести кажется еще там дамп неправильный что-то еще такое оказывается но один вот этот нюанс да сейчас вот оператор опять подключит у нас насос бмв кстати бмв он помогает по моему везде мозги уже обратно подключили вот у нас запасные семки семочки ну и принципе как понятно ну понятно так что вот подключаясь насосик на ignition старток также самое здесь видно что где у нас тут было вот видите актуальное давление в рампе если топки нету то понятно и будете крутить стартером конечно давление подниматься не будет но она может не подниматься из-за того что есть блокировка символайзера со стороны ему то есть на это надо смотреть по ошибками по актуальными данным сейчас вот принципе все просто подключаем подключаем насосик вот и принципе все просто включаем его там есть да все сейчас подаем немножко топки и смотрим все ведь шикарно актуал прессер все работает чек-енжина нету заводится сейчас посмотрим как это выглядит реальности реально это так проверяйте всегда чтобы у вас была топка хорошо если есть прозрастные шланги вот с ними плюс видите как бы насос перестала видите сразу пошел воздух уже то есть по факту есть проблемка где-то воздух он спатывает может этот сверху насосик быть не исправен бак тоже полупустой самая главная тема насчет иммобилайзера понятно и всегда хорошо если у нас есть насосик подкачать все понять мы сейчас отключаем вот это все посмотрим что он заглохнет скорее всего да он когда нахлебается в воздуху тогда он заглохнет происходит вот эта вся тема насчет программирования иммобилайзера а кстати еще не все нам надо же ключик сделать дальше что пультик все работало но вот в конце друзья все это выглядит как то так то вот старенький nissan or и джинал вот такой уставший ключик а вот уже к замену пришел вот такой молодой красивый здесь у него кстати железный корпус железная цацка по стороне и уже называется флыбки раскидной ключик вот такой интересный и самое то главное да вот индикатор есть закрывается открывается такой красный маленький до индикатор закрываем открываем баган открываем машину кстати здесь два раза два подхода да то есть один раз открылся одна дверка со второй раз все уже вся машина открылась все двери да ну получается так что вот закрываем сейчас икстра у нас закрытый открываем один раз открывается водительская а это до сих пор закрыта надо нажать еще раз это безопасность вот как то так так же самое в зажигание все собрали из этот пластмассик вокруг вот ну и принципе да конечно он также сама нам заводит автомобиль включаем сжигание вот он так визуально там довольно красиво смотрится шикарно и нет сигнала вайф вайт то есть пин-код не требует больше радио так пока понятно ключ он принимает зажигание включается на принципе все понятно то есть если друзья интересует ключик на таких автомобилях то это все окей можно его красиво изготовить приспособить подучить пришить по процедуре вот оригинальные у нас мы просто оставили семечку внутри просто будет заводить машину открывать дверь но он чисто остается как запасной для безопасности и дома просто можно поставить пусть он стоит когда надо будет вот эту же можно ежедневно пользуется так что спасибо за просмотр надеюсь информация была интересная если кому что подробно интересует звоните пишите обращайтесь чем сможем чем поможем до свидос до следующих видос